Путин и Эрдоган обсудили кризис в Эдлибе. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Таип Эрдоган 12 февраля провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили обострившуюся обстановку в сирийском Эдлибе, сообщает пресс-служба Кремля. В ходе разговора лидеры отметили важность полной имплементации двусторонних договоренностей, включая сочинский меморандум. Продолжено обсуждение различных аспектов урегулирования сирийского кризиса, прежде всего в контексте обострения обстановки в Эдлибской зоне деэскалации, заявили в пресс-службе, уточнив, что звонок состоялся по инициативе турецкой стороны. Также президенты условились продолжать контакты на уровне соответствующих ведомств. Обстановка в Эдлибе обострилась в начале февраля. 3 февраля 8 человек погибли при обстреле турецких военнослужащих в этой сирийской провинции. Позже Анкара заявила о ликвидации 76 военных сирийской армии в ответ на обстрел своих солдат. 8 февраля российские и турецкие делегации встретились в Анкаре. Обсудили в закрытом режиме обстановку в зоне деэскалации в Эдлибе. В тот же день глава турецкого МИДа Мевлюдчеву Шаглу предложил продолжить переговоры по этому вопросу. Он также не исключил, что Эрдоган и Путин могут встретиться для обсуждения ситуации. В настоящее время стороны пока не достигли договоренности. 10 февраля Анкара заявила о гибели еще пяти военных в Сирии. На следующий день Эрдоган пообещал Дамаску очень высокую цену за атаки турецких войск. В сентябре 2018 года Путин и Эрдоган во время встречи в Сочи подписали меморандум о создании демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения войск Сирии и вооруженных боевиков в Эдлибе. Из этой зоны с указанных территорий должны быть отведены тяжелые вооружения, а представителям радикальных формирований предписано покинуть зону. Спасибо за внимание. Ставьте лайк и не забудьте подписаться на канал твоей новости. Здесь всегда вас ждут самые горячие и свежие новости мира.